Так, есть. Сегодня я продолжаю и вот делаю запись здесь вот на видеокамеру второй уже части, второго вечера, семинара, молитвенного семинара, который я посвятил столетию друзей церковной реформации. Столетию вот этого как раз такого объединения друзей церковной реформации. Тем более, что сегодня мы... Так, Арсений написал вопрос. Слушайте, а где он у меня? Сейчас, секундочку. Я постараюсь сейчас найти на фейсбуке у меня. Так, сегодняшняя утренняя молитва. Так. Да, и семинар посвящен истории православного обновленчества. Тема такая, конечно, очень такая непростая, болезненная. Так, здесь молитва. Да, спасибо. Вот здесь написали очень хорошие слова мне, но я попозже и зачитаю, наверное. Как раз именно о молитве. Спасибо огромное всем за молитву. Так. Так, это у нас что? А вот, Арсений Стрельцов. Есть, да, вот нашел я. Нашел я здесь ваш вопрос. Угу. Так, я нам даже зачитаю. С вашего позволения, полностью зачитаю тогда. Хотелось бы услышать в эфире про обновленцев. Так, я сейчас еще раз посмотрю на ютубе. Так, есть на ютубе есть трансляция. Все. Да, поэтому, друзья, я сейчас просто переключаюсь на фейсбук, чтобы, ну, надеюсь, не будет зависать. Вот. И возлюбленные друзья, говоря вообще о союзе друзей церковной реформации и вообще об обновленчестве начала 20 века, столетней давности истории, я, конечно, с самого начала сразу вынужден признаться в чем. Хочу признаться в следующем, что при всем уважении к светлой памяти от пионеров правоставного обновленчества, реформаторов начала 20-го столетия, конца 19-го, начала 20-го столетий, особенно вот после революции, когда появилась возможность и обновленческое движение стало набирать силу, при всем уважении к ним, знаете ли, они делали многие шаги, хорошие, положительные шаги, конечно. Но это не была еще реформация в таком, ну, большом смысле этого слова, в библейском таком, знаете ли, вот формате. Это были попытки реформации. Я даже скажу так, вот, чем больше читаю материалов о времени зарождения обновленчества, тем больше я понимаю, что, знаете ли, Бог действовал через простых людей, которые выросли в традиционализме, правоставном традиционализме, которые выросли в системе цезарепопизма, царизма. И, конечно, те малые шаги, которые сегодня, сто лет спустя, они кажутся нам, мне кажутся, они вообще кажутся такими шажками, лилипутными шажками. Но для того времени, для того периода времени и для той ситуации, в которой они жили, да, в той атмосфере, это были огромные шаги. Знаете, как вот, когда человек вступил на Луну, да, вот писали-то, что это маленький шажок, но это огромный шаг для человечества. Вот, и это маленький шажок, маленькие шажки делали вот эти реформаторы начала 20-го столетия. Но, знаете ли, для истории православия, вообще мирового православия, это огромный шаг, это огромный скачок, это огромные шаги. Поэтому, знаете ли, я не спешу их судить, этих братьев, за их, как бы, очень такие робкие, на мой взгляд, совершенно очень робкие шаги, реформ и реформы, половинчатость их реформ, не спешу их судить. Но, я, знаете ли, размышляю так, спешу размышлять так, как бы я вел на их месте, как бы я, если бы я вырос вот в той атмосфере, в той, в той среде, как бы я повел себя. И, знаете ли, и даже, вот так, наприкид, даже совершенно так вот, знаете ли, так, бегло, если осмотреть ситуацию ту, начало 20-го столетия, я не уверен, что я бы даже сделал, даже там, может, десятую часть из того, что они предприняли вообще. Ой, это действительно, вот, для того периода времени это были герои времени. Знаете, это мне напоминает, вот, наш православный сегодняшний взгляд, вот, на историю тогдашнюю, начало 20-го столетия, столетней давности историю, порой напоминает, знаете ли, вот, рассуждение протестантов, их взгляд на реформаторов, там, допустим, первопроходцев протестантизма, там, начало 16-го столетия, там, того же Лютера, Кальвина, Цвингли, там, Аннабаптистов, вот, очень часто напоминает мне, вот, их как раз взгляд. Потому что с позиции современного протестантизма, ну, как явление в целом, да, и неопротестанты, и, как бы, разные течения, которые так или иначе можно назвать последствием, как бы, протестантизма, или же самими протестантами, или же последствием протестантизма, как бы, или же постпротестантскими течениями различными. Так вот, с позиции современных протестантов и неопротестантов, то вот те древние протестанты были совсем не протестантами. Они были, в общем-то, настолько очень рабки и настолько их шаги были, ну не знаю, половинчатые. Вот, допустим, тот же самый Мартин Лютер, да, при всем уважении к его светлой памяти, я тоже часто его пример привожу, герой веры, ничего не скажешь, слава Богу. Да, значит, и, ну кому честь, тому честь, и на самом деле в истории христианства он оставил колоссальнейший след, и заслуги Лютера, Мартина Лютера перед церковью, Вселенской церковью, они настолько велики, что сегодня даже и вчерашние гонители протестантов, католики признают заслуги Мартина Лютера перед церковью. Но при всем при том, знаете ли, вот, антисемитизм тот же самый Мартина Лютера, кстати, вот, Эмили передает шалом нам из Израиля, шалом Израилю, шалом всем святым в святой земле, радоваться. Вот, и здесь как раз вот Эмили пишет, да, что Мартин Лютер ненавидел евреев. Ну, трудно сказать, насколько он там ненавидел евреев, и да, и нет, можно сказать, да. И так, и так, знаете ли, у него есть трактаты и в защиту евреев, и трактаты есть нападающие на евреев. Я думаю, что он действовал порой из ситуации, как бы, да, которые диктовали ему порой сильный век осевом, будем так говорить. Потому что Мартин Лютер, при всем уважении к его святой памяти, как реформатору, он так не отказался от вот этого порока цезарепопизма, то есть вот этого древнего, такого многовекового проклятия исторического христианства. Цезарепопизм, хочу напомнить вам, тем, кто знает, тем, кто не знает, хочу сказать, что это такая ахиллесова пята христианства. Это вот то самое страшное заболевание, духовный спид, будем так говорить, который убивает тело Христова. В общем-то, все основные пороки и проблемы, и главные вообще пороки и проблемы исторического христианства, они пришли как раз через цезарепопизм. Цезарь и папос. Цезарепопизм, это подчиненность церкви государству, да. Вот, цезарепопизм. И еще, цезарепопизм, вот, я такое определение обычно даю цезарепопизму. Это такая система взаимоотношений церкви государства, когда государство управляет церковью, а церковь становится послушным орудием, инструментом в руках сильных мира сего. Ну, и вот цезарепопизм, вот, Мартин Лютер, опять-таки, да, он остался цезарепопизмом. Хотя, опять-таки, на его месте трудно что-то было другое представить себе. Я не знаю, потому что, если бы не, вот, олигархи некоторые, если бы не князья, если бы не богатые, сильные, властительные люди Германии, в частности, вот, Северной Германии, скорее всего, Лютера бы спалили бы на костре бы, и мы бы о нем бы узнавали бы из учебников по истории, как о не реформаторе, а как о предтече реформации. Таким же, как и, допустим, Савонарола, Фра Доминика, Сильвестр Маруфи, вот, когда их казнили, вот, значит, там, в конце 15-го столетия. Или, там, Янгуз, допустим, за 100 лет до Лютера, тоже репрессированный, сожженный, казненный. Скорее всего, его тоже казнили бы. Поэтому трудно сейчас вообще сказать, значит, что было бы, если бы да кабыль. Вот, и я не уверен, читая, я читал работы, многие работы Лютера, и, знаете ли, перечитывая Лютера, я, ну, понимал, что дело даже не в его ненависти или симпатиях, а, скорее всего, в политике. Вот, честно говоря, у меня такое впечатление сложилось, перечитывая Лютера. Вот, Эмили также вопрос задает. Вы знаете, Лерон Аш, он жил в Америке, тоже проповедовал в Рясе. Значит, да, конечно же, да, я почитаю память этого праведника, вот, и, значит, я слушаю вас с упоением. Спасибо, Эмили, спасибо, дорогая, спасибо. Но, знаете, Лерон Аш, он, конечно, да, ушел в вечность, к сожалению, уже ушел в вечность. Я не смог с ним встретиться, к сожалению. Намеревался, я в Америке очень редко бываю просто, вот, и когда собирался в Америку, да, был вот, предпоследний раз, по-моему, в Америке, он был еще жив. Вот, и я намеревался с ним встретиться, но не получилось, к сожалению, не получилось у меня с ним встретиться. По телефону, значит, переговоры вели, от него я получил такое уже официальное приглашение, значит, служить у них там в церкви, послужить уже в следующий приезд. Но, к сожалению, уже в следующий приезд уже, его уже нет уже, он уже на небесах уже. Вместе с мужем Эмили пишет, слушает. Муж ваш нашел, меня нашел, спасибо. Вам, да, благоставляю вас, дорогие друзья. За Израиль часто молюсь, потому что Израиль в моем сердце. Потому что, ну, и я еврей, в общем-то, ну, по папе, по крайней мере, по папе, по матери татарин, по отцу еврей. Поэтому для меня и мусульманская, татарская культура, и иудейская, и еврейская культура очень близки моему сердцу. И очень, для меня это всегда очень трогательно. Я проповедую с удовольствием и татарам, и евреям, как своей семье, потому что это моя семья, это моя родня. Вот, но по призванию от Господа я являюсь вот христианским священнослужителем, православным священнослужителем. Уже больше 30 лет несу это служение с превеликим удовольствием, с радостью, благодарю Бога Всемогущего. Да, приезжайте в Израиле. Я был в Израиле однажды, это было давно, лет 15 назад, наверное, уже прошло, вот, не меньше. Это была экскурсия, недельная экскурсия по Израилю. Нам показывали, в общем-то, достопримечательности и Мертвое море. И я как-то рассказывал на утренних молитвах о том, что вот именно в Израиле пережил я вот это вот потрясающее переживание. Как будто от меня частичка моего, не знаю, сердца, естества оторвалось от меня. И туда, в стилу плача вошла, как в пазл какой-то, знаете ли. Вот, и с тех пор я даже, сейчас я в Петербурге, здесь на севере, значит, в земле северной, здесь вот на берегах Невы. Но я, хотя нахожусь здесь, но сердце мое бьется там, в Израиле. Сердце мое, с тех пор я знаю точно, что сердце мое бьется в Израиле. Сердце мое бьется, я даже знаю где именно, это в стене плача. Там мое сердце бьется. И это от Бога, это не от меня, это было от Бога переживание, поэтому я вот, слава Богу. Так что, Эмили, напишите мне вот на Вайбер или Ватсап. Мои Вайберы, Ватсап и по украинскому, и по российским номерам, они под каждым видео обозначены. Поэтому все контакты мои там есть. И почта электронная, и, значит, там все контакты. Пусть Господь благословит вас. Так вот, братья и сестры. И говоря о реформаторах, там древних реформаторах или более современных реформаторах. Верон Аш, я его считаю современным реформатором. Как, допустим, он в Америке, в православии, ну примерно вот такая же величина, как, допустим, в русскоязычном мире православным современным был Александр Мень. Александр Мень, он как раз вот, собственно, ну, предтеча вот современной уже реформации, уже современного такого формата реформации. Это уже человек уже нашего времени, нашей эпохи. Вот, и он очень близок к моему сердцу. Хотя, опять-таки, и в его учениях, в его наставлениях есть много вещей таких весьма-весьма соблазнительных, на мой взгляд. То есть, любая реформация и любые реформаторы, это люди, в первую очередь люди. Как говорил еще в третьем столетии Киприан Карфагенский, лидер Северной Африки, архиепископ Карфагенский, великий реформатор, он говаривал так. Этлезия семпер реформанда. Церковь непрестанно реформируется. Церковь всегда обновляется. Живая церковь реформируется постоянно, непрестанно. Ну, а сами реформаторы, взять, допустим, даже основателя вот православного такого реформаторского такого движения, да, в целом, если брать, патриарха Кирилла Лукариса, это конец 16-го, начало уже 17-го столетия. Через 100 лет почти после Лютера он поднял знамя реформации, будучи патриархом вселенским. Вот, и, знаете ли, ну, опять-таки, и в его учениях есть некоторые вещи, ну, так, соблазнительные будем договорить. Знаете ли, прелестные такие. Но, друзья, наша задача взирать на начальника веры, даже рассматривая многих героев прошлого или современности, многих служителей, их служения, наша задача подражать Христу, наша задача взирать на Христа, на Машиаха, на самого Господа нашего. Он начальник веры, и он есть совершитель веры, Христос. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Да, братья и сестры, и в этом молитвенном семинаре таком, место из Писания, из Библии Нового Завета, я обозначил в самом начале, в молитве перед, значит, семинаром. Это Римлянам, 8 глава, 14-16 стихи. Ну, вот 14 стих, в частности, где говорится, ибо все, вводимые Духом Божьим, суть сыны Божии. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. И поэтому я хочу сказать, что при всех там промахах и недочетах и половинчатости реформ, вот реформаторов, православных обновленцев начала 20-го столетия, все-таки величайшей заслугой их являлось именно вот это восстановление Бога, усыновление, восстановление вот этого, знаете ли, отношения Отца и детей, детей Божьих и Небесного нашего Бога Отца. Да, и сейчас я переключусь на Фейсбук, на страницу свою здесь, и зачитаю здесь Арсения, такое послание с вопросами. Вот, он пишет здесь про обновленцев прошлого столетия, столько противоречивых сведений, например, что они активно сотрудничали с советской властью и ОГПУ в частности. Да, об этом много пишут, но разве что ленивые об этом не пишут, но самое удивительное, чаще всего пишут как раз на эту тему те, у кого у самих рыбца в пушку, будем так говорить. Вот, поэтому, чья бы корова мычала, как говорится, да бы РПЦ молчала. Вот, ну, если так коротко отвечать. Также слышал, что обновленцы поддерживали молитву на церковнославянском, а не на русском языке. Арсений, с этим 50 на 50, будем так говорить. И среди традиционалистов, и среди реформаторов, можно так выразиться, начала 20-го столетия в православии были и те, и другие мнения. И среди обновленцев, и среди тихоновцев, так вот условно говоря, были сторонники и церковнославянского, будем так говорить, языка, да, значит, и благочестия старого, и сторонники уже русского языка, украинской мовы, белорусского языка и других языков, то есть понятных языков населению. То есть, здесь нельзя сказать, что поддерживали так или сяк. Но в целом, если брать не отдельных, будем так говорить, таких известных священнослужителей, если в целом брать именно как явление, то в целом именно обновленчеству принадлежит пальма первенства именно в том, чтобы служение было именно на русском языке. И первый поместный собор 17-18-го годов и второй поместный собор всероссийский 23-го года однозначно брали курс на именно русский язык и другие языки, понятные населению. То есть, на многих языках бывшей Российской империи тогда предлагалось и настоятельно рекомендовалось проводить богослужения и требы на языке понятном населению. Но и собор 1-й 17-18-го годов и собор 2-й 23-го года, оба этих поместных собора воздержались от принудиловки и правильно сделали. Оба этих собора, они настаивали на рекомендательной форме, то есть действительно рекомендовали приходом. То есть, если прихожане за, то священники проводили на понятном языке, если против, то тогда уже оставались на церковно-славянском языке. Но проводили работу среди населения, как правило, именно обновленцы. Работу разъяснительную, что богослужение это не магизм, именно об этом писали в частности казанские обновленцы того времени в своих изданиях. Вот и московские обновленцы писали об этом. Да, слава Богу. Эмили пишет, да, у нас вообще не проповедь на русском с переводом на иврит и поем также на двух языках. Да, замечательно, вот тоже решение очень хорошее. Мы у себя вот в Киеве, у нас в Киевской нашей архиепископии тоже часто поем и на русском, и на украинском языке. Пожалуйста, украинская мова на русском языке. И так, и так поем. И, знаете ли, я не вижу в этом никакой проблемы абсолютно. Самое главное, чтобы людям было понятно это служение, чтобы было приятно и понятно и комфортно. Но если на непонятном языке, то, знаете ли, какой смысл тогда вообще проводить эти служения? Это получится уже какой-то мистицизм какой-то. Так, я вернусь к посланию Арсения. Так, я, например, Веденского и Красницкого не считаю реформаторами, а карьеристами. Ну, Арсений, я просто умоляю, не спешите судить, не спешите судить. Чего стоит только его фото с алмазными бриллиантами и панагиями. Вот, насчет Красницкого, Бог судья, Иисус пока адвокат. Да, вот Александр Антипов правильно напомнил всем нам, что Бог нам всем судья и живым и мертвым. Вот, знаете ли, вот, но рассуждать мы должны, конечно, и даже обязаны судить мы, должны по правде судить. На самом деле это правда. Вот, но мы свидетели, вот, а Иисус наш адвокат, слава Богу. Вот, и по поводу Красницкого, конечно, да, ну, соглашусь с вашим заявлением, вот, в целом, в целом. Но, насчет Вененского, именно Александра Вененского, не могу согласиться. Хотя, я, честно говоря, не оправдываю его, потому что человек, ну, если брать Александра Вененского, десятые годы, да, двадцатые годы, и, ну, до тридцатого года, это один человек, будем так говорить. С начала тридцатых, и особенно середины тридцатых, когда сталинские репрессии начались, это, как бы, другой человек совсем. До самого своей кончины, до сорок шестого года, там, в Москве, вот, Пименовский храм, там, где он служил, вот, другие храмы, некоторые обновленческие, московские, тогда, в сорок шестом году еще функционировавшие, в сорок пятом, в сорок шестом годах. Потому что, да, для тех, кто, может, не в курсе, но православное обновленческое движение официально в СССР существовало до самого сорок шестого года. Но затем, в сорок шестом году, после окончания Второй мировой войны, по указке Сталина, было, после Конституции, да, 36-го года, он сдулся, словно. Арсений согласен, да, с вами, на самом деле, вот, но, опять-таки, понять его можно было. Знаете ли, не все способны были пойти на мучения. Ольга пишет, приветствую всех, главное, от сердца поклоняться и прославлять Бога все равно, на каком языке, да, Ольга, совершенно верно. Я часто молюсь, пою на иных языках. Александр, Саша, приветствую, брат, приветствую, слава Богу. Спасибо, спасибо, спишемся тогда хорошо, после тогда уже эфира, слава Богу. Вот, и, знаете, на самом деле, я порой пою языками, вот, главное, от сердца, на самом деле, главное, от сердца, чтобы было прославление. Вот, вернусь, вот, вопрос Арсения. Вот, так, по поводу Панагии, ну, тоже, да, согласен. А вот Антонин Грановский или Константин Смирнов действительно реформаторы, жившие живым Богом. Свидетельство тому их труды и литургические реформы. Вот, но я не изучала специальные источники, а только из биографии и деяний обновленческих соборов. Вы знаете, да, к сожалению, вынужден тоже признаться, что материалов, фактически исторических материалов, подлинных материалов, об обновленцах 20-х годов, фактически нет. Крупицы, крупицы, потому что процентов 99 всех материалов до сих пор засекречены. Вот, 20 лет назад, до того, как, значит, вот начались прессинги такие в России, шалом, 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 Инна, шалом всем. Знаете ли, была надежда при Ельцине, еще была надежда, что и об этом Глеб Якунин говорил, мы с ним общались часто, с ним, ну, как бы, на короткой ноге были. Знаете ли, и отец Глеб, он часто об этом говорил, Лев Пономарев об этом говорил, кто еще, я не помню, кто-то из депутатов тоже Госдумы говорили об этом, что пора бы рассекретить эти документы 20-х годов, 30-х годов. Вот, но, к сожалению, потом, уже после Ельцина, вопросы такие не стояли. Просто-напросто машина КГБ вернулась вновь, и на сегодняшний день, спустя 20 лет, вот этих, знаете ли, гайки закручиваются все жестче и жестче. КГБ все более наглее и наглее, вот, на этой территории, и, знаете ли, фактически, ну, пока не предвидится в ближайшие годы, по крайней мере, я не вижу возможности работать с архивными материалами, к сожалению. Но, но, есть некоторые такие очень интересные новости. В августе месяце я собираюсь в Украину, собираюсь к нам в церковь, быть в нашей Киевской архипископии, и архивы КГБ в Украине, они стали открываться. Ну, они еще при Ющенке начали открываться, вот, но сейчас, вот, в этих архивах работают уже историки и баптисты, и писятники, протестантские, очень разные историки, католические, православные историки. Вот, и намереваюсь также поработать, вот, в августе, сентябре месяце, поработать в этих архивах, то есть до конца года, ну, всего, я имею ввиду, 5779-го от сотворения мира. То есть до Рош-Хашана, ну, планирую работать. Кстати, вот, на Рош-Хашана уже, возможно, мы как раз, вот, значит, что-то надо будет запланировать и в Израиле тоже. Новый год, Йом-Труа, праздник Трубного Зова, это еще и рождественские праздники библейского такого Рождества, ну, об этом чуть попозже, ладно. Хорошо, друзья, и по поводу Антонина Грановского, да, и Константина Смирнова, ну, и многих других, знаете ли, Петра Блинова, я думаю, зря, вот, как бы, редко вспоминаем мы, а это был апостол всей Сибири, действительно, Александр Антипов, да, будущее всегда судит и прошлое, но и само тоже становится прошлым. Только Иисус вчера и сегодня во веки тот же пишет. Слава Богу, брат, да, совершенно верно. С позиции вечности вообще все смотрится совсем по-другому. По милости Господней, вот, почти 40 лет назад я заглянул с позиции вечности на это земное бытие, и, знаете ли, заглянул и ахнул, будем договорить. И вот все мои, почти вот 40 лет моего христианства, моего хождения с Богом, знаете ли, это сплошной ах, это сплошной ах. Добро пожаловать в Израиль, народ шашина, в нашу общину. Да, с удовольствием яблоки с медом поедим в шафар, потрубим, пошафарим. Вот, слава Богу, у меня мечта, давнишняя уже мечта, именно осенние праздники провести в Святой Земле. Все эти осенние праздники провести именно в Святой Земле и молитвенно послужить Израилю, молитвенно. Слава Богу, слава Богу, Эмили, спасибо огромное. Пусть Бог благоставит вас. Так, и видите, по ходу семинара много что решается уже даже, удивительно. Ну, разве не благой Господь наш? Так вот, и, дамы и господа, братья и сестры, и вот, значит, 40 лет назад, когда я сказал выше, засвидетельствовал вам, да, что пережив вот смерть клиническую, выход из тела, пред Богом был, я благоставляю Реховод, аминь, аминь. Так вот, и я увидел, как бы, вот, время, само время, оно очень красиво, кстати. Для тех, кто не переживал смерти, для тех, кто не выходил в вечность, будем так говорить, да, я скажу, таковых большинство, пока очень мало кто, вот, как вот, ну, как я, допустим, побывал там. Да, обычно, как мы говорим, оттуда никто не возвращается, чаще всего так оно и есть, на самом деле. Так вот, оно с позиции вечности, само время, оно красиво очень, оно прекрасно. И знаете, вот, когда потом Библию читаю, и читал, и читаю, что Бог совершил, сотворил то и то, и весьма хорошо, было все весьма хорошо, хорошо было все. И знаете, само время, это тоже творение Бога, и оно тоже хорошо было создано, оно прекрасно, оно удивительно. И с позиции вечности видится все по-другому совсем, не как для человека, живущего во временном измерении, потому что я тогда был, ну, просто в удивлении таком. Потому что я никогда не думал о вечности, никогда не думал, что где-то, да, Валерий Фомин, да, здравствуйте, и вам тоже здравствуйте желаю, слава Богу. Вот, и, но с позиции вечности все судится совсем по-другому, абсолютно видится. Вот, и примерно такой же стресс, когда я испытал примерный стресс, когда открыл для себя Библию, тоже, да, почти 40 лет назад, когда Библия, она пришла впервые в мою жизнь, это вскоре произошло после возвращения оттуда, как говорится, да, воскресения и исцеления. Так вот, и удивительно, нам-то преподносилось все через позицию марксизма-ленинизма, и историю я всегда любил, значит, но она преподавалась совершенно однобоко, знаете ли. Но через призму Слова Божьего все видится, история сама видится совсем по-другому. И в 96-м году, пережив возвращение снова к Слову Божьему, я пережил еще один стресс. И с тех пор история христианства моя любимая тема. Слава Богу. Хорошо. Так, Антонин Грановский, Константин Смирнов. Сегодня еще, наверное, вспомним еще их добрым словом. Кстати, Смирнова хочу вспомнить в Харькове. Собираюсь тоже посетить Харьков как раз вот тоже вскоре и проповедовать там. Так. Вопросы следующие. На какие источники вы опираетесь, оправдывая того же Вененского и насколько они достоверны? Арсений. Опять-таки, достоверных источников почти нет. Я также делаю умозаключения из тех же источников, что и вы, я так понимаю, Арсений. Вот. Но единственное, что еще имею какой, может быть, дополнительный источник, это газеты и журналы 20-х годов. Я имел возможность работать в библиотеке Ленина и в Химках. В Химках, в хранилище журнал, ну, хранилище газет. И вот работал с дореволюционными источниками журнала газеты, а также предреволюционной и сразу после революции как раз издания. Это было, конечно, очень титанический труд. И, скажу, для меня это было, ну, очень много, слишком много даже информации обрушилось тогда. Но и работая там, особенно в Химках работая, в этом хранилище, это было давно, это было еще при Ельцине. Значит, я был традиционным священником православным, но интересовался как раз темой тоже истории. Сообщите потом, пожалуйста, когда будете в Харькове и где, Ольга. Да, слава Богу, обязательно. Я буду публиковать по России, я служу тоже. Но из-за вынужденной конспирации такой, вот, я не публикую, где я проповедую, вот, значит, или сообщаю только лишь очень узкому кругу, значит, слушателей. Вот, но в Украине свобода религиозная абсолютно такая, и я смело могу давать объявление, адрес, там, значит, информацию заранее, поэтому буду выставлять по поводу Харькова. Вот, возможно, это будет начало августа, возможно, ну, скорее всего даже, скорее всего, 1 числа августа. Вот, потому что намереваюсь тоже, наверное, одного из своих сыновей даже взять, как раз в поездку, вот, слава Богу. Наверное, среднего сына, как раз, Серафима, возьму с собой. Вот, ну, Бог усмотрит все, Бог усмотрит, слава Богу. Действительно ли Венинский был реформатором, а не просто тем, кто действовал по указке советской власти? Ну, знаете ли, по указке советской власти вряд ли он действовал, потому что его реформаторский труд начинался еще до революции еще. Еще тогда, когда не было никакой советской власти еще. Вот, ну, правда, дореволюционная его деятельность, она была очень такая, довольно, ну, простая. Но, да, Александр пишет, да, типа, Господь Петра назвал нехорошим словом, судить же его. Ну, да, это точно. И, знаете, Венинский, кстати, здесь еще, еще когда его не знали в Москве и по России его не знали, вот, но здесь, в Петрограде, его знали сто лет назад. Ну, больше уже, чем сто лет назад. Вот, как раз вот события революции. Он был настоятелем тогда, не помню где, честно говоря. Я помню, что он был настоятелем в Петрограде, в храме Захарии и Елизаветы, вот, но еще в каком храме, не помню. Вот, и это были годы, когда он еще был неизвестен, фактически. Но уже тогда, по крайней мере, в храме Захарии и Елизаветы, он уже, и выступая здесь, вот, как называется, тогда он назывался сразу после революции, ой, забыл я, дворец Сурийского он потом назывался. А, как же, ладно, вспомню. Петроградские названия забыл я, к сожалению, многие питерские. Надо будет обновлять всю информацию, слава Богу. Вот, и вот, будучи в храме Захарии и Елизаветы, он уже, по сути, был предтечей реформации. И вместе с Боярским, Александром Боярским, его можно назвать тогда, вот, в Петроградский период его жизни, можно назвать именно как раз служение предтечи. Реформации, предтечи обновленничества. Хотя, вот, все-таки, если брать вот тех персонажей, да, тех действующих лиц начала 20-го столетия, то более симпатичен, конечно, мне Александр Боярский, честно говоря. Александр Боярский, вот, в Колпино, в Петрограде, еще до революции, в 16-м году, потом в 17-м, 18-м годах, потом в Петрограде в самом, и потом в самом Петрограде он был даже настоятелем одно время собора Исааки Далманского, Исаакиевский собор, вот почему я на вот эту, как вот назвать, картинку для этой трансляции тоже сделал, как раз там и со своим портретом. Я думаю, что даже, если Богу будут, идут служить с камнем за пазух, и Дух Святой силен прикоснуться к сердцу человека, я не успеваю прочесть здесь, у меня, к сожалению, здесь так быстро не переключается просто. А, Дух Святой силен прикоснуться к сердцу человека, это вопрос времени. Тоже, тоже верно. Вот, и самая хорошая иллюстрация, знаете, какая самая хорошая иллюстрация из истории мировой, христианской, это жизнь Яна Гуса за 100 лет до Лютера, он как раз, собственно, вот, был очень ярким примером таким в этом отношении, потому что он, находясь в вузах, в заточении, он признавался в письмах своих, что его мотивы стать священником были неправильные, как он это потом осознал. Вот, карьерист, не хотел работать физически, ну, а здесь тяжелее кадила, ничего не поднимешь, как бы, значит, и хотел иметь денежку, так не работая, вот, как бы, ну, как говорится, лень, двигатель прогресса. Ну, как в Советском Союзе, как говорили, не хочешь работать, иди в милицию, да, вот, а это, а в то время, не хочешь работать, ну, иди куда, ну, в батюшки иди, в монахи там, батюшки, вот, и чаще всего, как Лютер признавался впоследствии, что монастыри, это были притоны бездельников, тунеядцев, алкоголиков и всяких извращенцев. Вот, как бы, и Мартин Лютер через сто лет после Яна Гуса, он, это очень так, конечно, ну, правду матку резал, будь здоров тогда. Вот, но Мартин, но Ян Гус, он, да, пришел, собственно, не просто с камнем там за пазухой, а вообще с каменным сердцем пришел в церковь служить священником, и стал священником, на самом деле, будучи совершенно, вот, ну, о камененном бесчувствии, будем так говорить, да, в таком плачевном состоянии, но, будучи уже священником, он пережил духовное обращение через Слово Божье и стал вот тем, кем он стал, реформатором и евангелистом, и за Слово Божье, когда ему даже предлагали там и пряником, и кнутом, ломали его, как говорится, в подвалах папского гестапо тогдашнего, вот, значит, там, значит, он не сдался, не сломался и пошел на костер за Слово Божье, за Евангелие, вот так вот, друзья, так что, Бог силен, действительно, да, Эмилия пишет, скажите, пожалуйста, запись прямого эфира сохранится, просто мы переехали на молитву, и не могут дальше быть с вами молитва в 19 ровно, а, да, сохраняется молитва, больше того, я пишу на камеру, подстраховываюсь, потому что, бывает, прерывается здесь интернет, значит, и, поэтому с камеры все, потом я заливу обязательно, да, привет всем святым, Риховоте, привет всем святым, молитвенникам всем на собрании, огромный привет, шалом всем, Александр Антипов, аминь, аллилуйя, слава тебе, Господь, братья и сестры, да, мы тоже уже будем завершать, потому что уже, да, время, вот, и, а в чем заключалось, еще Арсений пишет, да, значит, тогда его истинное обновленчество, продолжателем которого вы являетесь, вот, да, я проводил семинары на эту тему, вот, но раньше, к сожалению, мы ничего не записывали, фактически, редко что-то записывали, вот, я сам даже и камеры не имел, значит, и не записывал ничего, но сейчас, слава Богу, я записываю и надо записать, будет более подробный семинар об этом, конечно. В чем заслуга реформаторов, обновленцев начала 20-го столетия? Во-первых, самое основное, вот эту древнюю проблему, Ахиллесову пяту, знаете ли, стали убирать они. Цезарепапизм, так называемый цезарепапизм, подчиненный церкви государству, вот, как раз именно обновленцы в целом, именно как явление противостояли этой системе, хотя на них вешают, как говорится, все грехи и обвиняют их, как правило, во всех смертных грехах, и это как это, у Ильфа Петрова, помните, да, «12 стульев», когда отец Федор прибежал там домой, там бороду срезает, значит, матушка всплеснула руками, забежала, значит, там, вот, но в кино этого нет, в фильме этого нет, эпизода, но, а в книге это очень даже интересно, и вот, значит, и она, первое, что она своему священнику, ну, своему мужу говорит, не как в обновленцы подался, ну, как бы первый признак, бороду срезал, да, вот, и, а он говорит, а что обновленцы, не люди, что ли? А матушка ему говорит, как же люди, по синематографам ходят, алименты платят, как же, что-то такое там, ну, по поводу синематографа точно запомнил, вот, так что, вот, значит, и при всех вот этих, при всей этой грязи, которую выливают на обновленчество, именно как раз обновленческое движение является как раз вот таким анти-Цезарь-Попискин, вот, собственно, почему от него и власти, даже используя какое-то время обновленчество, да, на руку было какое-то время, да, безусловно, но, в конце концов, отказались, а почему на традиционализм была ставка Сталина, почему он поставил на, вот, то, что мы сейчас называем РПЦ-МП, криминальная, это, вот, религиозная, мафиозная структура коррумпированная, потому что именно эта система, она оставалась, сохранила цезарь-Попизм, она сохранила, вот, это вот ДНК цезарь-Попийское, она сохранила, знаете ли, все эти годы, несмотря на гонения, репрессии, всех коснулись и обновленцев, и не обновленцев, всех, и традиционалистов, к стенке всех ставили, но, вот, тех, вот, самых религиозных подхалимов, конечно, сохраняли, и Веденский, к сожалению, да, тоже, можно сказать, да, действительно, вот, вот, прогибался под изменчивый мир, поэтому я его не оправдываю, вот, особенно, вот, эти, вот, 30, да, вот, конец 30-х, 40-е годы, ну, и до самой смерти, но, надеюсь, что ушел в вечность человек, примирившись с Господом в этом отношении, Псалом 132.1, как хорошо, и как приятно жить братьям вместе, да, и привет передают, слава Богу, хорошо, друзья, ой, как хорошо и приятно братьям собраться вместе, как хорошо и приятно и сестрам собраться вместе, как хорошо, как хорошо, как хорошо, очень хорошо, Как хорошо, как хорошо, с Богом хорошо, как хорошо, как хорошо. И сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Петербурга, Санкт-Петербурга, с берегов Невы, с колыбели православного обновленчества. Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлёв, реформаторская православная церковь, Христа Спасителя, Киевская архиепископия. Мир всем вам и благодать да умножится. Аминь. Конечно, хорошо, ведь Господь благ, и никто не благ, как только лишь Бог наш. Аминь. Как хорошо, как хорошо, с Богом.